Первый музей создавался в начале 2000-х годов, еще первым директором Брестского филиала Белпочта. Он располагался в соседнем здании, тоже здание, которое принадлежит Брестскому филиалу. Это была небольшая комната, так сказать, комната истории развития почты. А когда уже к тысячелетию города Бреста, когда Брестский филиал делал такой подарок городу, когда обновлял отделение почтовой связи, когда создавалась почтовая лавка, переносилась, расширялась, конечно, и нашлось место для уже для большего, для такого масштабного музея почтовой связи. Сегодня же музей размещается ровно на том месте, где много лет назад начала полноценно функционировать почта. Ансамбль из зданий станции появился в конце 40-х годов XIX века. Согласно положению, Брестское учреждение имело вторую категорию оказания услуг. Неплохо, с учетом того, что высшая считалась первая. В городе на тот момент проживало около 20 тысяч жителей. На их обслуживание было выделено 18 почтовых ящиков. В 40-х годах XIX века, когда город назывался Брест-Литовск, в нашем городе было 225 улиц, 6 площадей, и были установлены вот эти такие почтовые ящики, почта из которых изымалась три раза в день. В основном, конечно, это было пешим, почтальонам сделано позже, это уже были какие-то повозки. Собирать и передавать письма оказалось делом непростым. Почтальоны работали и в дождь, и в зной. От представителей других профессий их отличала особая форма, которая могла переносить любые погодные катаклизмы. Однако были у почтальонов и надежные помощники. Распространена была в Бресте и глубинная почта. Кстати, книга рекордов Гиннесса приводит такие данные, что самое большое расстояние, которое преодолевал голубь с запиской, составляло более тысячи километров. Но голуби могли передавать лишь маленькие сообщения. Письмо в конверте всегда содержало намного больше. Да и сама процедура отправки считалась уже своеобразным ритуалом. Маленький почтовый ящик был надеждой на приятные новости, источником информации. На фронте в редких случаях его функцию выполняли даже дупло деревьев. Их маркировали особыми метками. Вариаций исполнения почтового ящика за долгие годы было достаточно много. Для нашей Даши вот такой вот милый синий экземпляр. Сегодня вариаций почтовых ящиков достаточно много. Дизайнерская мысль имеет широкий полет. Однако так было не всегда. И порой то, что еще 5, 10, 20 лет назад было актуально, постепенно уходит в небытие. На смену идут новые технологии. А то, что бережно сохранено, становится фрагментом нашей большой истории, у которой есть будущее. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакуночь, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.